Человека угодия Геронда, я часто чувствую неудовлетворенность и обиду. Что за обиду? Да вот думаю, почему люди не понимают, скольких усилий мне стоит сделать такое-то дело и не проявляют ко мне уважения. Когда человек делает что-то со смирением и любовью и не находит понимания, то, естественно, может почувствовать обиду. Хотя это и неправильно. По крайней мере, в этом случае есть некоторые смягчающие обстоятельства. Но когда человек требует от других признания, это уже хуже. Это проявление эгоизма, ощущение своей правоты, человекоугодия. Насколько возможно, действуй со смирением. Делай то, что делаешь, любочестно, ради Христа, а не из человекоугодия или тщеславия, дабы услышать похвалу от людей. Когда человек не принимает похвалы от людей, а трудится только ради Бога, то Бог награждает его в этой жизни, подобая в изобилии свою благодать, а в будущей дарует блага рая. Геронда, а может так случиться, что к любочестью примешается человекоугодие? Дьявол, который хочет все осквернить, может через человекоугодие похищать у человека часть любочести. У человека есть здоровое честолюбие, любочести. Но если он не будет внимателен к себе, то заразится человекоугодием. И потом, что бы ни делал такой человек, это не будет приносить плода. Это все равно, что черпать воду дырявым ведром. Но если человек осознает, что любое дело, которое делается из человекоугодия, пустое, то у него сразу отпадет всякое желание делать что-либо напоказ. Его глаза не захотят видеть почестей, а уши слышать, что о нем говорят другие. А я вот не могу различить, где в моих поступках любочестие, а где человекоугодие. Чистое видно сразу. Когда человек руководствуется любочестием, то имеет внутреннее извещение, то есть ощущает внутри покой, тишину, а человекоугодие приносит в душу беспокойство и смущение. Геронда. Помысел говорит мне, что я впадаю в искушение из-за того, что мое сердце не принадлежит всецело Богу. Да, частью его владеет человекоугодие. Постарайся, чтобы ни в одно твое благое дело не вклинивалось человекоугодие, дабы получать вознаграждение за труд полностью, без удержаний в пользу тангалашки, и наслаждаться в полной мере внутренним миром. Анализируй мотивы своих поступков, и как только заметишь, что действуешь из человекаугодие, сразу же его отсекай. Если будешь подвизаться таким добрым подвигом, первое послание Тимофею, то освободишься от мирских побуждений, центром которых является человеческое «я». Тогда все пойдет как надо, и не будет у тебя искушений ни внешних, ни внутренних, а будешь ты наслаждаться внутренним миром. Геронда. Меня огорчает мой застой в духовной жизни. Мне бы хотелось каждый день идти вперед. Знаешь, как бывает иногда, люди хотят избавиться от страстей и стать лучше не для того, чтобы угодить Богу, но чтобы нравиться другим. Вот ты, например, хочешь стать лучше и совершенствоваться в духовной жизни. А ты подумала, почему ты этого хочешь? Для того, чтобы стать ближе к Богу или чтобы казаться лучше прочих сестер. Допустим, что ты стараешься приходить в церковь раньше других. А почему? Для того, чтобы не опаздывать на службу, потому что так правильно, или чтобы приходить первой и получать похвалы от сестер. Духовный человек думает о том, чтобы нравиться Богу, а не людям. Если бы я хотел нравиться людям, говорил апостол Павел, то не был бы рабом Христовым. Послание Галатам, глава первая, стих десятый. Геронда, я всегда боюсь, как бы не пасть в глазах людей, но не думаю о том, чтобы ходить правильно перед Богом. Как сделать так, чтобы всегда иметь страх Божий? Нужно трезвение. В любом действии, даже в самом малом, в центре должен быть Бог. Обрати все свое существо к Богу. Если ты возлюбишь Бога, то твой ум постоянно будет занят размышлениями о том, как ему угодить, как нравится Богу, а не о том, как нравится людям. Это тебе поможет освободиться от тяжелых оков человеку угодия, которые являются для тебя препятствием к более высокой жизни. И когда ты станешь радоваться тому, что падаешь в глазах людей, то будешь внутренне услаждаться сладчайшим Иисусом. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,